Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Пик пройден. С декабря прошлого года число амбулаторных больных с диагнозом COVID-19 сократилось в три раза. Дистанция на опережение. Во Всемирный день борьбы против рака медперсонал Самарского онкоцентра принял участие в лыжной гонке. Жажда адреналина сильнее любви к жизни. Травматологи города вновь призывают самарцев соблюдать правила безопасности при катании с горок. За сутки в Самарской области зарегистрировали 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 41 504 человека. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 304 человека, а всего с начала пандемии из больниц выписались 38 201 пациент. Режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет действует до 14 февраля. Амбулаторные пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией должны оставаться дома до полного выздоровления. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной осуществлять контроль за такими пациентами должны сотрудники администрации внутригородских районов. Насколько ответственно амбулаторные больные относятся к временному карантину, выяснила Гульфия Сафина. Они переболели ковидом в легкой форме, бессрочной госпитализации и ИВЛ. Поэтому имеют право лечиться амбулаторно, но есть одно условие – ни в коем случае не выходить из дома. На кону здоровья окружающих. Соблюдение режима самоизоляции амбулаторными пациентами сотрудники администрации города проверяют дважды в день. Амбулаторных больных в промышленном районе порядка 250 человек. В декабре их было почти в три раза больше. Информацию о новых заболевших из поликлиник направляют во внутригородские районы. Мы получаем из администрации промышленного района, нам ее сообщают в табличном виде, с адресами, с фамилиями, контролируем соблюдение этого режима самоизоляции. Если у больного нет родственников, которые смогли бы за ним ухаживать и приносить продукты, можно и нужно обращаться к волонтерам. Напомним, в Самаре в рамках всероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе» работают волонтеры. Они помогают заболевшим самарцам и гражданам старше 65 лет доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Эти больные должны находиться дома. Не у всех есть возможность, чтобы приносили там дети и продукты, и лекарства. Поэтому управляющие микрорайонами взаимодействие с людьми отлаживают на сей счет и помогают, если кому-то такое нужно. В случае, если амбулаторный пациент перестанет выходить на связь с проверяющими, контроль усилит. Информацию о нем направят в отдел МВД. Инфицированным, нарушившим карантин, могут назначить штраф до 40 тысяч рублей. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. Во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля Самарский областной диспансер организовал уникальный флешмоб. Врачи-диспансеры и студенты-медики колледжа имени Ляпиной встали на лыжи для проведения оздоровительного забега. Как прошел день физкультурника, знает Михаил Ермоленко. Во Всемирный день борьбы с раком медики Самарского областного клинического онкодиспансера встали на лыжи. Своей активностью они решили привлечь внимание к здоровому образу жизни и проблеме онкологических заболеваний. Врач-анестезиолог Алексей Буянов встал на лыжи сразу же после проведения своему пациенту сложной операции. У нас достаточно плотный график. Вот я вышел с операционной, меня подменили коллеги. И поэтому после лыжни сразу встанем к операционному столу и будем дальше продолжать оперировать и спасать жизни людей. В этом уникальном флешмобе своим старшим коллегам-медикам компанию составили студенты колледжа имени Ляпиной. Они сами выразили желание подать пример всем жителям региона. Врачи разделились на две команды по 8 человек. Призами за участие и победу стали фруктовые корзины и памятные грамоты. Привлечь внимание к здоровому образу жизни, привлечь внимание к тому, что рак – это не приговор. Рак – это то заболевание, которое подлежит излечению, как всегда мы говорим, при условии раннего выявления. И именно сегодня мы проводим мероприятие, которое направлено на здоровый образ жизни. Также в этот день для всех посетителей и сотрудников диспансера был открыт Центр здоровья. В нем проводили комплексное обследование всех желающих. Исследовали кровь на глюкозу, мерили пульс, проверяли функцию дыхания и сердечный ритм. Такие акции мы проводим периодически. Как правило, один раз в три месяца мы проводим такие акции для тех, кто находится в стенах нашего онкологического диспансера. Число пациентов нашего региона, у которых диагностируются раковые заболевания, ежегодно растет. Только за прошедшие 10 лет коэффициент больных, поставленных на учет к онкологам Самарской области, вырос на 44%. Медики советуют следить за здоровьем, чаще проходить обследование и вести правильный образ жизни, в котором физическая нагрузка – ключевой метод профилактики злокачественных образований. Михаил Ермоленко, Константин Головин, События. Компьютерных гениев в Самарской области выращивают со школьной скамьи. Для этого в регионе есть все необходимое. Не так давно в рамках нацпроекта образования в губернии открыли IT-куб. Центр пользуется большим спросом у молодежи. Сейчас в IT-школе занимаются 450 детей. С работой центра сегодня ознакомилась рабочая группа при Общественной палате региона. Вместе с проверяющими возможности Центра компьютерных технологий оценила и мэри Елчан. 17-летний Данила Чижов в IT-куб пришел прошлой осенью и уже успел достичь результатов. Молодой человек занимается разработкой собственного приложения с дополненной реальностью. Например, если навести веб-камеру на картинки оружия из книг по истории, то можно будет увидеть их на экране монитора вместе с общей информацией. Игры, во-первых, тянули, видеоигры. И после этого я решил, а почему бы именно самому их не создавать. Вот поэтому мне нужно было именно образование в этой сфере. Поэтому я и попросился именно вот сюда. Это Центр образования детей, который идет по программам, направленным на быстрое освоение актуальных знаний и навыков в сфере информационных технологий. Цифровую школу создали по национальному проекту образования. Сегодня здесь обучается 450 детей. Они разрабатывают приложения, осваивают 3D-моделирование и программирование. С работой школы IT сегодня ознакомилась рабочая группа при общественной палате Самарской области. Нам кажется, что это очень хороший пример реализации национальных проектов, который можно потрогать руками, который понятен людям, который действительно делает нашу страну, нашу экономику, наш регион прорывным, в том числе в вопросах цифрового образования детей. Центр технического творчества находится на фронте 98. Для того, чтобы попасть в IT-куб, нужно прийти, выбрать понравившееся направление и подать заявление. Набор учеников начинается в июне. Мы видим, насколько сегодня наше молодое подрастающее поколение занято именно в той сфере, которая является наиболее максимально маржинальной. То есть мы в нашем регионе выращиваем ребят, которые гарантированно будут обеспечены своим образованием, гарантированно будут обеспечены высокими зарплатами и, соответственно, очень позитивной карьерой. Развивать сеть детских технопарков и создавать центры цифрового развития для молодежи предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Работа ведется за счет федерального и регионального бюджетов. В этом году в регионе будет открыт еще 21 мини-технопарк, в дополнение к уже существующим 19. Они были созданы в 2019 году. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События. Далее нас ожидает блок экономических новостей. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, Виктория, что сегодня важного в новостях экономики, что с инфляцией? За последнюю неделю впервые с сентября 2020 года Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Но сначала о курсах валют. Доллар сегодня стоит 76 рублей 8 копеек. Евро торгуется на отметке 91 рубль 56 копеек. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже достигла 58 долларов 88 центов за баррель. Стоимость биткоина составила 37 423 доллара. За последнюю неделю впервые с сентября 2020 года Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Доля прод товаров увеличилась в среднем на 1,2%. Доля непродовольственных товаров и услуг снизилась соответственно на 0,2% и на 1%. Ведомство объяснило это уточнением структуры расходов населения и объемов потребления в расчете индекса на эту неделю. Из продовольствия сильнее всего росли цены на овощи, куриное мясо и маргарин. А сахар и подсолнечное масло, цены которых и сдерживаются правительством, подешевели на 0,6% и 0,5% соответственно. В промтоварах росли цены на иномарки на 0,7%, а дешевели смартфоны, телевизоры и отечественные автомобили. Аналитики Центробанка ожидают, что после локального пика в феврале с марта инфляция начнет снижаться. По оценке же Росстата пик уже пройден. Российские банки во второй половине 2020 года увидели рост числа попыток клиентов взыскать долги по решению суда без приставов. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банке исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. По данным Сбербанка, во втором полугодии количество таких обращений выросло на 30%. В Тинькофф банки сообщают об увеличении показателей на 52% по сравнению с первой половиной 2020 года. Согласно российскому законодательству, при списании долга по бумажному исполнительному листу согласие должника не требуется. Финансы должны списать сразу же при обращении. Однако кредитная организация может приостановить операцию на неделю в случае возникновения сомнений в подлинности документа. Цифровые рубли вместо продуктовых карточек можно использовать для обеспечения социально незащищенных слоев населения дешевыми или бесплатными продуктами. Такую идею высказали в Союзе экспортеров зерна. Во-первых, это упрощает сам процесс распределения. Во-вторых, это позволит исключить нецелевое расходование и избежать негативного эмоционального краса. Для жителей России продовольственные карточки ассоциируются со сложными и трагическими временами Великой Отечественной войны. Вопрос продовольственной помощи бедному населению стоит в ряду основного – поддержки агропромышленного комплекса России. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Жители Октябрьского района Самары недовольны установкой общедомовых приборов учета за тепловую энергию. С этой проблемой они пришли на личный прием к депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Счетчиками оборудовали многоквартирные дома без согласования с жильцами. Цена общего прибора учета – более 300 тысяч рублей, поэтому каждой семье теперь придется выплатить порядка 20 тысяч за счетчик. Для решения вопроса на встречу пригласили и представителя министерства ЖКХ Самарской области. Он пояснил, что жителям может предоставляться рассрочка на оплату прибора учета сроком на 5 лет. В итоге ежемесячный платеж составит 250-300 рублей. По итогам года проведут корректировку. В результате жильцы заплатят по факту потребления энергии, а не по нормативу. Все работы по установке приборов выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона номер 261 об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности. Мы договорились о том, что ГЖИ и Министерство ЖКХ будет информировать всех жителей о том, что значит обстановка этих самых приборов учета общедомовых, какие это последствия для них несет и почему это выгодно самим жителям, поскольку потребление по реальному из расхода энергии, оно в итоге получается дешевле. Еще с одним обращением выступили жители из поселка Рубежный Куйбышевского района Самары. Они пожаловались на работу регионального оператора. По словам горожан, им начали приходить квитанции на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но по факту никаких услуг организация не оказывает. Дома не обеспечены даже контейнерными площадками. По данной жалобе уже направили запросы в госжилинспекцию, областную прокуратуру и администрацию района. Александр Хинштейн настоял на том, чтобы гражданам сделали перерасчет за непредоставленную услугу. 27 команд из разных городов страны. В Самаре стартовал чемпионат Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. Он продлится три дня. Ради чего военнослужащие соревнуются в стрельбе, плавании и беге на лыжах, узнали наши корреспонденты. 125 лучших спортсменов из регионов Поволжья, Урала и Сибири традиционно встретились в Самаре на чемпионате Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. 27 команд представляют войсковые части, соединения, объединения и военные вузы. Их ждут состязания в трех дисциплинах. Стрельба из пистолета Макарова, лыжная гонка и плавание. Соревнования проводятся в целях популяризации военно-прикладных видов спорта среди военнослужащих, а также для определения лучших военнослужащих Центрального военного округа, которые попадут в состав сборной команды, которые будут участвовать в чемпионате вооруженных сил. Первый день традиционно в тире. Во время стрельбы из табельного оружия офицерам необходимо не только показать свою физическую подготовку, но успокоить себя и настроиться. Продемонстрировать внимательность и собранность, выдержку и уверенность в себе, меткость и решительность. Лейтенант Никита Желудков приехал из Алтайского края. В офицерском троеборье участвует уже третий год. Больше всего любит плавание, но лучших результатов достигает в стрельбе. Мне это нравится. Я хочу этим заниматься. Как бы спорт – это жизнь. Каждый участник делает от 10 до 30 зачетных выстрелов в зависимости от возрастной категории. Затем их ждут плавание и лыжи. Стрельба из пистолета Макарова по упражнениям ПМ1, ПМ2, ПМ3. Соответственно, по возрастным группам выступают офицеры старше 40 лет, офицеры от 30 до 40 лет и офицеры до 30 лет. Три возрастные группы. Также они и плывут, и бегут упражнения, поскольку это троеборье. 100 метров, 200 метров и 300 метров плывут, и бегут в лыжную гонку 5 километров. Старшая возрастная группа – третья и вторая. И первая возрастная группа бегут в лыжную гонку 10 километров. Офицерское троеборье относится к военно-прикладным видам спорта. По итогам соревнований участникам присуждают спортивные звания и разряды. Это еще один стимул к победе. Военнослужащий, участвующий в данных соревнованиях и выполнивший первый разряд кандидат мастера спорта и мастера спорта впоследствии с присвоением данных спортивных званий и разрядов претендует на дополнительные выплаты. То есть это дополнительный стимул военнослужащего пополнить материальное состояние. Победители чемпионата Центрального военного округа отправятся на учебно-тренировочные сборы и будут готовиться к чемпионату Вооруженных сил России, который пройдет в Костроме уже в марте. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Реставрация дачи купца Головкина начнется в конце года. Об этом стало известно на освещании, которое посвятили 150-летию мецената и художника Константина Головкина. Проект реставрации дачи со слонами планируют подготовить в этом году. Лариса Шалафаст побывала на юбилее известного купца и готова поделиться впечатлениями. Меценат, краевед, художник, купец Константин Павлович Головкин вошел в историю города как человек прогрессивный. Он увлекался фотографией, катался по Волге на моторной лодке, первым проехал по улицам Самары на собственном автомобиле. И этого во времена, когда не каждый самарец видел машину даже на картинке. Его знаменитая дача со слонами – городская достопримечательность, известная всем самарцам. К 150-летию Константина Головкина усадьбу отреставрируют. Длительный процесс передачи здания из муниципальной собственности в федеральную завершился летом прошлого года. Смена собственника позволит получить дополнительное финансирование на реставрацию объекта культурного наследия. Уже прошли торги на подготовку проектной документации. Все это делается за счет средств федерального бюджета. И я рассчитываю, что уже до конца текущего 2021 года реставраторы выйдут на площадку, на этот уникальный объект, который, слава богу, мы спасаем от разрушения. Константин Головкин является основателем коллекции Самарского областного художественного музея. К 150-летию известного самарца в музее пройдет посвященная ему выставка. Предварительное название «Самарский Леонардо – купец-меценат-художник». Время проведения выставки с 25 ноября 2021 года по 15 января 2022 года. Также музей предлагает создание пешеходной инструкции по местам в центре города и фестиваль «Деньги», который может пройти на территории музея Мородка. Также в этом году в шорт-листе рабочей группы по установке скульптурных композиций в Самаре запланирован и памятник Константину Головкину. Какой должна быть сама скульптурная композиция и где ее установить, предлагается решить по результатам открытого голосования. Снежная зима и временное потепление все больше манят горожан в городские парки и скверы покататься на лыжах, санках, надувных ватрушках. Травматологи называют зимние месяцы «жарким сезоном» и ежегодно фиксируют рост травм, связанных с зимними забавами. Перелом позвоночника, бедра, сотрясение мозга. Тяжелые последствия катания на тюбингах можно нивелировать, а то и вовсе избежать, если кататься на специально оборудованных зимних горках. В Самаре они есть почти в каждом городском парке. Но все ли горожане следуют правилам и стремятся обезопасить себя и близких? Вопрос изучила Мэри Елчан. Виктория Целицкая в числе тех, кто осознанно подходит к выбору зимних развлечений. У девушки маленький ребенок и с ним нужно гулять ежедневно. Для того, чтобы отдых был безопасный, Виктория выбирает оборудованные горки для катания. Так как близко к дому, удобно. И то, что оборудовано, все-таки тут и скорость другая, и поинтереснее, и то, что желоб не вылетаешь, все-таки безопаснее будет для маленького ребенка. Среди жителей города встречаются и те, кто не прочь рискнуть и покататься на небезопасных горках. На оборудованных там все равно не продумано под ватрушки. Там очень неудобно заходить по этим лестникам, подниматься. И во-вторых, там все равно неровно и экстрима не хватает ребенку. Здесь все-таки классно. Для катания на ватрушках в городе оборудованы горки на площади Куйбышева и во всех парках Самары. Игнорирование правил безопасности – главная причина серьезных травм, а в некоторых случаях – летальных исходов. Травматологи сходятся во мнении, что перед тем, как сесть на ватрушку, нужно адекватно оценить местность. Не слишком ли крутой спуск и нет ли на пути препятствий. Не так давно в Самарской области мужчина и две женщины серьезно пострадали при катании с горы. Случаев подобных этому немало, отмечают травматологи. Надувные ватрушки, как правило, неуправляемы. Вращаются при движении и набирают высокую скорость. Спасатели в очередной раз призывают горожан соблюдать правила катания на тюбингах, беречь себя и своих близких. Мария Елчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. Не только одежда и предметы быта, но даже ворота Самарского дворца детско-юношеского творчества. Вышитые филейно-гипюрные техники встречают посетителей уникальной выставки. Она открылась в Доме музея Ленина в честь 170-летия образования Самарской губернии. Филе-гипюр – росопитамбурный шов. Несколько стендов с работами, представляющими опыт декоративно-прикладного творчества мастериц Волжского края. На выставке представлен большой блок работ из фондов музея. Есть здесь и кружева, изготовленные узницами ГУЛАГа. Филейно-гипюрную технику русские мастерицы освоили еще в 18 веке благодаря Петру I, который привез из поездки в Голландию мастериц. В Самаре одним из новаторов этой техники стала Надежда Тазова. Ее работы также представлены в Доме музея Ленина. Заслуга Надежды Афанасьевны заключается как раз в том, что она сумела сохранить эту вышивку для последующих поколений. Здесь представлены те ее работы, которые живут уже много-много десятилетий и благодаря фондам музея они сохранены для наших современников. Некоторые из них были опубликованы на страницах уникальных книг. Сразу два объекта культурного наследия в Самарской области могут попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из них – объект номер один, известный как бункер Сталина. Такими планами поделились в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Начиная с 2019 года Управление совместно с Самарским отделением Ассамблеи Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ведет активную работу по номинированию объектов культурного наследия – земляной вал «Новозакамская черта 18 века» и бункер Сталина. Объект уже получил статус культурного наследия федерального значения. В прошлом году издали буклеты на русском и английском языках, содержащие подробные сведения как о самом объекте, так и о событиях, связанных с Куйбышевым, запасной столицей Советского Союза. Завершить работу по номинированию объекта номер один планируют к 2024 году. Самарские рэкбисты успешно выступили на зимнем турнире в Зеленограде. А вот пятиборцы не смогли увести медали с зимних соревнований в Москве. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». В подмосковном Зеленограде прошел фестиваль «Снежное регби-2021». В дивизионе «Богатыри» выступала сборная Самарской области. На предварительном этапе команда обыграла всех своих соперников по подгруппе и вышла в финал. В решающем матче самарцы уступили «Казанской энергии» и взяли серебряные медали турнира. В Москве прошли турниры по зимнему пятиборью. В Кубке России среди женщин выступала самарчанка Екатерина Утина. Она не смогла выйти в финал, заняв 14-е место в полуфинале. У мужчин в финал вышли четыре представителя Самарской области. Лучший результат показал Илья Фролов, который стал 14-м. В командном зачете сборная региона стала пятой из десяти команд. В Москве же прошли и матчи первого полуфинального этапа первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Команда «Самара-Дюбл» смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах. Волжане переиграли лишь МБА Академию, а вот двум клубам из подмосковных «Химок» Руне и Нижнему Новгороду уступили. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!